МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ульяновская область, будучи не самым богатым регионом России, в то же время является одним из наиболее активных регионов, которые привлекают инвесторов. Поэтому опыт вашего губернатора, мне кажется, очень важен для распространения по всей стране. Фонд тесно сотрудничает с Ульяновской корпорацией развития. Несколько проектов находятся в стадии обсуждения и соинвестирования иностранцами в Ульяновскую область. Рецептом по работе с частными инвесторами поделился губернатор. По его словам, важно развивать государственно-частное партнерство. Совместно с нашими коллегами создаем сейчас крупнейший медицинский центр, который будет решать вопросы совершенно, вне время совершенно такой самой лучшей мировой практики работы больниц скорой медицинской помощи. В том числе, самый большой автомобильный парк переходит в управление этой частной компанией, в постоянное обновление. И водительский состав они обслуживают, и учат, и оплачивают. Это только один, всего лишь пример, а на самом деле таких примеров просто десяток. Ульяновской области, в свою очередь, сотрудничество с федеральным фондом дало возможность в этом году приступить к реализации 16 крупных проектов, что принесло 21 миллиард рублей инвестиций. Также Сергей Морозов озвучил ряд предложений по улучшению делового климата в стране. Мы приняли закон не так давно о гарантиях инвесторам. Хотелось бы, чтобы в федеральном уровне, в Государственной Доме, в Совете Федерации этот законопроект был рассмотрен и принят. Или, например, мы в этом году приняли интереснейший закон, который, несомненно, привлек нам большого количества инвесторов. Это региональный закон о налоговых вычетах, региональный закон по статусу СПИК-2.0 и многое-многое другое. Напомним, с 2013 года наш регион занимает стабильную позицию в топ-10 национального рейтинга инвестиционного климата агентства стратегических инициатив. Объем частных инвестиций в область за последние 10 лет составил 1 триллион рублей. На форуме также удалось провести переговоры с несколькими потенциальными инвесторами. Анна Тищенко, Новости Улправда ТВ. Новости Улправда ТВ.